Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя» в ноосферном мировоззрении. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом. Напоминаю, в прошлом ролике мы остановились на исследованиях Реймонда Моуди в плане так называемого регрессивного гипноза. Гипноза, который якобы позволяет пробудить память о прежних жизнях, а также на том, что Реймонда Моуди всего лишь первая, кто позволил себе открыто описать данные психотехники и признать их прямо научным фактом. Но у него были предшественники, писатели, члены тайного общества диск. И мы остановились на описании всех этих психотехник в произведениях советского писателя Ивана Ефремова. Он описал их не менее детально, чем Реймонда Моуди, но он, понятно, не указал при этом, что это пробуждение якобы памяти о прежних жизнях. Но я остановился только на описании самих психотехник и еще не дошел до того, что люди видят в момент, когда у них якобы пробуждается память о прежних жизнях. А видят они очень много интересного. И не только видят. Возможности, открываемые этими психотехниками, воистину потрясают. В свое время я прочел об этом много литературы, но должен признаться, что, тем не менее, самое потрясающее описание таких видений, вернее, одно из самых потрясающих описаний таких видений, я встретил опять же в книге Реймонда Моуди «Жизнь до жизни». Этот случай произошел, когда практика самоанализа, другое название регрессивного гипноза и, на мой взгляд, более удачное. Уже активно начало внедряться в Соединенных Штатах и на Западе вообще. К доктору Дику Сатфингу, практикующему самоанализ, обратилась немка, которая страдала перееданием. Конечно, можно спросить, а какое отношение переедание имеет к самоанализу. Но я пока не буду отвечать, так как, на мой взгляд, на этот вопрос ответит сам описанный эпизод. Будучи погруженной в гипнотический транс, она увидела действительно страшные картины. Большая группа переселенцев в скалистых горах была отрезана от мира снежными занозами, и главной проблемой для них стала проблема отсутствия продуктов питания. И чтобы выжить, они были вынуждены прибегнуть к каннибализму. Выжили в основном мужчины и женщины. Мужчины, понятно, ради них пожертвовали собой. Указанная немка тогда была 10-летним ребенком, и она, в частности, рассказывала, как они съели дедушку. Это было страшно, но мать говорила ей, так надо, так хотел дедушка. Далее специалисты проверили данный рассказ, и он получил историческое подтверждение. Такое действительно имело место быть в скалистых горах в 1846 году. Равно как выяснилось, что немка действительно никак не могла об этом знать из каких-то других источников. Это, понятно, не афишировалось. А она переехала в Америку только в 1953 году, и она не особо интересовалась американской историей. Заодно стали понятны причины ее хронического переедания. Его спровоцировали неосознанные воспоминания о страшных днях голода, которые ей пришлось пережить в прежней жизни. Но и понятно, дальнейшая гипнотерапия с ней стала куда эффективнее, и лечение пошло куда лучше. Это первое серьезное и очень полезное особенность данной психотехники. То, что произошло с указанной немкой, специалисты сегодня называют катарсис, очищение. Осознав психотравмы, полученные в прежней жизни, человек получает возможность куда эффективнее с ними бороться, особенно если он работает вместе с опытными гипнотерапевтами. Пожалуй, я здесь остановлюсь на еще одной интересной и очень полезной особенности самоанализа – ксеноглусии. Термин происходит от греческих слов «ксенос», «чужой» и «глусо», «язык», «реча». Если исходить из того, что каждый из нас прожил уже несколько жизней, то понятно, что прожил он их не только в России. Ну или во всяком случае, скорее всего, не только в России. Так вот, в ходе самоанализа восстанавливается память о языках, на которых мы разговаривали в этих жизнях в других странах. Это, в принципе, позволяет просто вспомнить эти языки в прямом смысле этого слова. То есть, их не нужно будет изучать. После серии сеансов самоанализа на них просто однажды можно будет начать разговаривать, поскольку ты их вспомнишь. Но, конечно, с учетом того, что они несколько изменились за прошедшие десятилетия и века. И понятно, это еще далеко не все возможности, которые дает самоанализ. Но дальнейший разговор об этом мы продолжим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok